О трудностях адаптации студентов из восточноевропейских стран в английской системе высшего образования. Беседа архимандрита Кирилла Говоруна, заместителя председателя учебного комитета Русской Православной Церкви, и Крастью Банева, преподавателя патристики Дармского университета Великобритания. Мы сейчас беседуем с Крастью Баневым, который является преподавателем патристики в Дармском университете. Сам Крастью родом из Болгарии, у него очень интересный опыт пребывания в Англии, учился в Кембриджском университете, заканчивал его, писал диссертацию, и потом был успешно принят в Дармский университет на позицию преподавателя патристики. Крастью как раз интересен нам с точки зрения того, что чувствует студент, приезжающий из Восточной Европы в среду Британского университета, Британской академии. Ты хотел нарисовать какую-то интересную диаграмму, для того, чтобы проиллюстрировать, как развивается настроение, самочувствие, самоощущение студента, приезжающего из Болгарии, Сербии, из России, из Украины, в Великобританию. Можешь это показать? Спасибо, отец, я очень рад, что мы снова встретились. Да, я учился вот здесь более 10 лет, и видел многих, которые приезжают сюда из наших стран. Конечно, разница у всех, вот разный возраст, мужчины, женщины, разное образование, разный опыт. Но мне кажется, что есть такая тенденция, что все проходят через какое-то испытание, искушение. И есть много трудностей на этом пути, и нам сегодня об этом хотелось бы поговорить, о трудностях. Ты только что сказал, я просто хочу сразу, может быть, в виде такого предисловия, фразы, вводной фразы к твоему рассказу. Самая главная трудность – это испытание свободой. Ну вот, да, и это на многих уровнях, на многих уровнях. Вот попадаешь сюда, и вот апостол уже говорит, все мне дозволено, а не все полезно. И этому учиться навсегда, нам всем. И в этих странах почему-то этот урок самый первый и самый важный, с первого до последнего дня. Так что я не могу сказать, что я преуспел, вот я еще учусь. Ну, хотелось бы поделиться со всеми. Сначала вот отец Кирилл мне попросил, что такое, что приходит студенту, что самое трудное. Я хотел вот вам нарисовать такая маленькая скитца, как мне кажется, вот, жизнь студента. И мы вот так и сделаем. Здесь будет время, время. Ось X. Да, значит, проходят месяцы, вот годы. А здесь, ну, как себя ощущает тот человек, студент? Вот это будет счастье или уровень комфорта, самоощущения. Комфорта, самоощущения. А здесь вот будет, скажем, Россия или, ну, Родина. А здесь вот уже будет Англия, так скажем. И где-то здесь... То есть ситуация еще дома, когда человек находится, да, потом, когда человек уже приезжает в Англию, учится. А вот здесь даже, скажем, еще обратно, если он вернется, как это все потом будет. И наш отец Кирилл мне лучше об этом сказать. Я боюсь даже об этом говорить, об этой зоне. А он, бойцы, вот, со мной это еще не произошло. Но я еще застрял вот здесь, за границей. Ну вот. Студент вот начинает вот где-то сюда. Ему говорят, ну, можно поехать. Есть такие возможности в том университете, в другом. Радость у него. Это его привлекательно, радостно. Значит, он радуется. То есть резко вверх идет? Может быть, даже вот так вот идет? Может быть, даже вот так, да. Он прыгает уже. Как царь давить перед ковчегом, с какаши играя. Потом вот уже какие-то экзамены там. Это трудно. Ну, поскольку радости много, проходит. Но уже не так быстро эта радость развивается. Ну, уже выбрали, будете стипендии. Все, вот радости много. Ну, приходит вот в визу, в посольство. Ходить там уже много трудностей. Как-то все падает. Ну, проходит наш студент, уже летит самолетом. Ну, в самолете радость, наверное, просто тоже, как самолет взлетает. Чем много, да. Наверное, еще много. Да, да. И вот, приехал. Мне кажется, что с самого начала, с самого первого дня много там разных испытаний. Поэтому вот здесь все это все падает. Трудностей много. Бытовых даже. Где жилье, много бытовых. Ну, где супермаркет. Как же вот этой банковской карточкой пользоваться. Когда я приехал, таких у нас не было. Сейчас это, наверное, уже не проблема, потому что повсюду их есть. Но много таких бытовых трудностей с людьми, как общаться, это еще другая тема. Я приехал, вот хотел купить билет, и на вокзал пошел, вот купить, билет покупать. И не могу вот сказать имя города. Города, да. Города, вот городок такой маленький, я не знаю, как это произносится. Я ему говорю, вот, Тейнхам, Тейнхам. Они это произносят Тенам. И почему-то он не может меня понять, я не могу вам объясниться. И я не мог вот купить себе билет. Вот такие... Но ты хоть не туда уехал, в правильное направление поехал, в конце концов. Да, я нашел вот помощь, вот показал, как это пишется. Ну да, я тоже думал, что я знаю, как по-английски говорить. Но не так было. Потом уже начинается учеба. И вот здесь именно, вот здесь именно много новых трудностей. И я хочу сказать, что по моему опыту здесь все очень-очень падает. Очень падает. И я не хочу людей пугать, но хочу просто сказать, что это можно просто упасть прямо в дно. По крайней мере, у нас был один студент, который попал в госпитале, в психиатрическом госпитале. У него разрушилось здоровье. Даже так, да? Да. А откуда он приезжал? Мы все о немолимся. Он у нас тоже, но из Румынии, да. Из Румынии, из Восточной Европы. И у него это все перекратилось, да. Он вернулся через три месяца. Потому что если у нас здесь время же, так, да, вот это, скажем, первый месяц, первый-второй месяц, так сказать. Ну, до приезда, вот с самого начала. Ну, вот третий-четвертый месяц. Вот это уже много таких всяких трудностей. Уже начинаются вот экзамены, вот сдавать курсы письменной работы. Как писать, почему вот они вот так здесь делают, а у нас не так много здесь трудностей. И то, что я хочу сказать, что это здесь много помощи. Помощи вот и из дома, и из людей, которые здесь, вот в самом университете. И отец Кирилл говорит, что вот я знаю, как мне помогать. Ну, вот я скажу тогда, да, что действительно, эта помощь очень важна. И вот есть, слава Богу, очень хорошо, что есть, по крайней мере, один человек в Англии, в Дармском университете Крассио, который знает, как помогать людям. В чем они именно нуждаются, что они могут даже сами для себя не осознавать. Тем более, не могут сказать, артикулировать другим, для других людей. И вот, да, момент помощи здесь, очевидно, очень важен. Бог же тот, кто помогает всем нам. Ну, я могу сказать, что вот мне, я это испытал, не только я, но все другие. Я хочу поделиться, что же там происходит. Нельзя бояться, нельзя думать, что вот то, что с тобой происходит, это что-то уникальное, что у всех нормально, а ведь только у меня столько трудностей. Это не так. Я читал доклад в Австралии. Социологи написали вот такой доклад. Они интервьюировали несколько тысяч студентов. В Австралии же много иностранных студентов из Азии, из Китая, из всех разных стран. И они, вот, я у них это взял, вот эта идея, делать такую скитчу, такую диаграмму. Вот они именно так и сделали. И говорят, что это у большинства студентов вот именно так и происходит. Бывает вот такой пад, такая пропасть такая. Пад, да, топадение, да. И здесь, вот здесь тяжело. Но первое, самое важное слово, что нужно здесь сказать, что нечего бояться. Это со всеми происходит. Хорошо, что же дальше? После этой потенциальной ямы. Да, яма там стоит, и мы через нём, вот, перешагаем, вот, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот уже начинаем. Это, мне кажется, после полгода, наверное. Да. После полгода или месяцев 6, 7, 8. Начинается опять подъём, да? Начинается опять подъём. Ты находишь общий язык с людьми, с которыми ты живёшь. И, дай Бог, общий язык с профессором, у которого ты учишься, ты начинаешь чуть-чуть понимать, что они от тебя хотят, как писать, как работать. И уже начинается настоящая учёба. До этого момента процесса обучения нет. Это просто житейский... Процесс адаптации, да. Процесс адаптации. Обучение, оно не началось. Вот оно здесь и начинается. Да. Хорошо, вот мы переходим сейчас к другому процессу, к ещё одной трудности, которая бы обозначила тоже как важный фактор, который тянет студента сюда, вот, вниз. Это фактор, когда он начинает осознавать, что, когда он уже начинает говорить на языке, начинает понимать окружающих его людей, тогда он начинает понимать, что те подходы к обучению, которые были ему привиты у него дома, не вполне работают в новой среде. Например, от него требуют постоянно, чтобы он общался с другими студентами, с преподавателем, чтобы у него... требуют от него определённых коммуникативных навыков, требуют от него того, чтобы он писал тексты, представлял эти тексты. То, что, в общем-то, на что не уделяется большого внимания дома. У нас дома, в общем, мне кажется, во всех восточноевропейских странах более-менее, упор делался на, так сказать, освоении такого книжного, напечатанного материала. Но коммуникативные вот эти навыки и навыки воспроизводства этого материала, навыки критического и творческого переосмысления и представления этого материала оказываются очень слабыми. Тогда как другие его, значит, товарищи, студенты, которые учатся здесь же, которые выросли в этой среде, они уже владеют этими навыками. И у студента, мне кажется, тоже вот такой шок, когда он понимает уже, что он не способен в той же мере, в которой его коллеги участвуют в учебном процессе, участвовать в той же мере. Я прав, Крастью? Да, да. И как вот с этим он должен бороться? Мы переходим на второй пункт. Разница системы образования. Это же было в пункте адаптации. Образование у нас именно на том и состоится, мне как вспоминается, выучить материал. И преподаватель, он преподает материал. Отец Александр Шмем на своих дневниках говорит, что такого не должно и быть. Преподаватель, он преподает жизнь, огонь, свет. А не материал. Студент, это же не, как по-русски сказать... Когда готовишь пищу, и кладешь все, потаты и короты, все... Все складываешь в кастрюлю, да? Все складываешь в кастрюлю. Так я его понял, Шмем он говорит, что вот работа преподавателя, именно зажигать вот этих спичек и зажигать студентов, чтобы там они варили вот свой суп, а не то, что класть в кастрюлю все больше и больше... Да, это хороший, очень образный материал. Так нельзя быть. Мне кажется, что в наших странах образование понимается вот именно в этом первом аспекте. Нужно там поставить все больше и больше материала. Набросать, чтобы это было целое ведро, а не кастрюля, куда побросать вот этих... А потом, после этой нагрузки, вот он же падает. Сурика вообще, да. Он не падает. Но вот мы сейчас начали это осознавать, эту проблему. И, собственно говоря, смысл тех реформ, того преобразования в системе образования, которое у нас осуществляется, заключается в том, чтобы переместить вес как раз с накоплением вот этого сырого, необработанного материала на то, чтобы студент умел все это переваривать, чтобы это все варилось, в конце концов, и готовилась пища, которую можно есть. У древних греков вот такой мудрец говорит, что корова, она же тоже, когда приходит к тебе, она не выплевает траву, которую она скушала, она молоко тебе дает. И вот, говорит, чего хуже, если студент приходит к тебе и вот обратно тебе дает то, что ты ему дал. Хуже этого нет. Он должен это переварить. 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 Вот молоко тебе дать или шерсть как... Да, такой образ серьезный, сырой. Уже это у древних греков было так. И вот разница именно этих образовательных систем. У марксистов, ведь же, это все материально, способом объясняется. Здесь много книг, у нас мало книг. Когда я учился, я учился на факультете природных наук в Софийском университете, геологию изучал, у нас не было книг, не было учебников. Нужно было все записывать, то, что профессор говорит, и потом это ему повторять. Здесь столько много книг, что нет смысла вот этого делать. И когда студент приходит, мне со мной тоже так было, ты хочешь фотографировать все книги, вот, фонксероксом, все книги, которые в библиотеке, чтобы у тебя накопилось больше и больше материалов. Это у всех так, у всех абсолютно. А ты не думаешь, что ты здесь на только год или два, или три годика, и то, что тебе донос здесь делать, это именно зажечь огонь и в кастрюле вот суп сварить, а не больше там туда ставить, больше короткий фото. Ну, в конце концов, несварение желудка будет. Да, и в конце концов, ничего там супа не будет. И вкуса тоже не будет. Вот, это такой есть проблем. Проблем обучения, образования, как вот накопление материала. И когда наш студент приходит сюда, он занимается вот целыми месяцами под сканером вот книги сканировать. Да. И думает, что... В этом заключается учебный процесс. Да, это работа, вот, состоятельный труд. Нет, это не так. Это именно есть какой-то вот прелесть, заблуждение. Заблуждение, да. Ты не в ту сторону пошел, куда тебе нужно идти. Вот это нужно, эту мысль зафиксировать, фиксировать очень четко, да, это очень хорошо. Нужно искать вот огня и себе сжечь, вот, и искать вот таких вопросов и проблем, жгущих, и работать вот в том направлении. А не просто больше и больше накапливать материал. Вот такая есть проблема. То есть количество материала должно перерастать, в конце концов, в качество понимания этого материала? Или нужно начинать просто с качества сразу же, а не с количества, так, чтобы отходить от марксизма? Да. Нужно начинать с качества. И когда студент подходит, я, мне вспоминается, в Оксфорд первый раз пришел, в библиотеку пришел, вот здесь Бадлианская библиотека, я вхожу там и просто упал. Я не могу ничего думать, я не знаю, как же мне писать, почему писать? Если здесь столько книг, зачем мне писать? Что мне делать? Вот все книги хорошие, та лучше, чем эта. Что мне делать? Что я могу добавить к этому? И это длилось годами, месяцами, годами. И мне кажется, вот, когда перешел через этот первый этап адаптации, потом уже второй этап, что другая здесь система, это не только накопление материала. Надо думать, надо вот сжечь себя огнем вот этих вопросов. Другое вот искушение нашим православным, это искать ответ у отцов и думать, что это последний ответ. А надо же знать, что это ответ вот в седьмом столетии дали. Когда отец Флоровский об этом думал, он говорил, что не нужно повторять ответы, а нужно принять у себя ум церковный, ум отцов. И вот уже пользоваться этим умом. И здесь уже последний шаг, который нам всем дойал, нам всем туда идти. Такое есть направление. Хорошо, если мы представим это в виде графика, то это где-то понимание вот того, что ты сказал, будет связано с восхождением вот по этой кривой. Но здесь ступеньки. Вернее, прямой. Прямой, но здесь много вот таких. Да, да. Хорошо, человек адаптируется, в конце концов, к местной среде. Он понимает, что от него требует. Он учится и, в конце концов, находит способ выражать себя, отвечать на запросы вот этой среды, учится думать. И, в общем-то, становится ученым, становится вполне зрелым академическим деятелем. Что же дальше? Ты нарисовал еще одну границу. А вот я здесь так и сказал, ну да, вот здесь родина обратно. И дорога обратная. Мне кажется, вот такой мой опыт, после 5 лет еще намного труднее вернуться. После 5 лет намного труднее. Да, после 5 лет. До 5 лет почему-то легче, наверное. Это интересное наблюдение. Это интересное наблюдение. Когда ты привыкаешь, я трижды иностранец. Трижды иностранец. Я болгар, который в Англии преподает учения отцов. Греческих отцов. Трижды болгар. Трижды иностранец. Когда я обратно в Болгарию, мне тяжело. Вот я не знаю. Такое есть ксенития. Странствование. Получается, что вот этот процесс выводит тебя на магистралу отстранствования. Да, пожалуй, что так. Ты не можешь себя чувствовать вполне дома, ни в Англии, скажем, ни в той стране, в которой ты находишься, ни вполне дома, не чувствуя себя вполне дома у себя на родине, куда ты возвращаешься. Здесь, может быть, я помогу нарисовать вот этот график. Спасибо, да. Я думаю, что я бы вот так вот это представил. Если мы продолжим этот график, тоже как бы самочувствие студентов, представим по этой оси, а время по этой оси, вот человек возвращается вот где-то на этом уровне, он возвращается домой. И он возвращается где-то с этой точки. На самом деле, когда человек возвращается домой, то, как правило, я думаю, после длительного обучения в Англии, у него хорошее настроение. Он с радостью летит, садится в самолет, значит, предчувствует... Да, и значит, он возвращается домой. И сначала у него очень как бы хорошее, приподнятное настроение, он вновь встречается с друзьями, встречается с родственниками, вот, и начинает думать о применении для себя. И вот я думаю, что это как раз тот главный шок, с которым человек сталкивается дома. И, на мой взгляд, человеку еще труднее реадаптироваться к своей прежней среде, чем адаптироваться к новой среде вот этой. Это еще более сильный шок. Единственное, что помогает пережить этот шок, это то, что это те силы, те знания, опыт, которые человек приобрел вот здесь, вот в этом периоде. То есть, если бы он с вот этими силами и знанием сразу же перескочил вот сюда, я думаю, что никто бы не выдержал. Ну, мало бы людей было, которые бы выдержали вот этот культурный шок, связанный с возвращением домой после всего того, что человек пережил, вот находясь в университете. И здесь, конечно, вот этот шок, он бывает вот таким, очень резким, практически падение. Практически падение. Некоторые люди тоже разбиваются вот об этот пол. Некоторые люди просто все бросают и уезжают обратно в свою среду. в ту среду, которую они только что оставили. Некоторые выравниваются и начинается очень постепенное вот такое вот где-то возвращение в нормальное состояние. Но я думаю, что никогда нормального прежнего состояния, вот того состояния, где человек начинал, наверное, невозможно, его не будет. Человек уже в любом случае остается другой. Он остается сформирован другой университетской средой, на других принципах, с какими-то другими ценностями. И он никогда не может быть прежним уже. Но благодаря вот этому своему опыту он может значительно обогатить вот эту свою родную среду, внести в нее новые элементы, действительно стать таким двигателем, двигателем, ну, прогресс, если использовать клише. Вот. И вот дальше, как бы, человек устремляется вот по такой прямой, очень наклонной, но, в общем-то, возрастающей вверх, тем не менее. Вот. Что там дальше, я не знаю, честно говоря. Что мне нравится здесь? Вот же мы что же здесь делаем? Горы-то разные. Мы нарисовали. Вот Кавказ здесь, здесь что-то другое. А здесь уже зеленая долина, видишь? Я... Ну, такая пологая немножко, да? Хороший вот такой есть текст у святого Григория Ниского, «Жизнь Моисея». Да, о жизни Моисея законодателя, да. Идея этого текста, что жизнь — это путь, что совершенство — это не состояние. Это нельзя думать. Это не цель, да, не точка. А совершенство, что какой-то это статус, это состояние неподвижное, чтобы можно подняться на уровень совершенства. Такого нет. Он говорит, почему Моисей великий? Омега с Муисис. И вот у нас в текстах церковных, в песнях церковных, «Великая суббота», «Слава вечерник», говорится, вот, «Великий Моисей благословит». Почему Моисей великий? Потому что он всегда шел. Совершенство — это именно перешагать, постоянно двигаться. Двигаться, да. И у Григоря Низского тоже мысль, что если человек останавливается, он начинает движение назад. Что ж, Крастью, спасибо большое. Ну, простите, я по-русски, это первый раз, я перед камерой по-русски говорю. Нет, все очень хорошо. Спасибо большое за вот такое вот графическое представление всего того, что ждет студентов, жаждущих поехать учиться где-то, где-то в другом месте. Само по себе желание прекрасное, но человек должен понимать, с какими сложностями он столкнется, приехав на новое место, с какими сложностями он столкнется, вернувшись с этого места, что его ждет, к чему он должен быть готов. Крастью, я думаю, что очень многие студенты будут тебе очень и очень благодарны. Спасибо.